Дворец детского творчества Исполнилось 15 лет Одна треть Карачаева-Черкесия Особо охраняемая территория Сегодня в России отмечается День заповедников и национальных парков Здравствуйте На телеканале Россия 24 Информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия С вами Мурат Жентюзов В Черкесске вручили удостоверение Доверенному лицу Владимира Путина Участнику спецоперации Социальному координатору Фонда поддержки участников СВО Защитника Отечества Ему передал удостоверение Руководитель аппарата Регионального избирательного штаба На доверенных лиц возложена Важная миссия Вести прямой диалог с гражданами нашей страны И мы уверены, что Замир достойно Представит Владимира Владимировича Отметил Мухтар Алиев Напомним, выборы президента России Пройдут с 15 по 17 марта Замир за свои 23 года Успел сделать многое Он у нас является участником Специальной военной операции Является ветераном боевых действий Имеет ранения, к сожалению За мужество и героизм Проявленные на фронте Он награжден Высокими государственными наградами Ордена Мужества Знаком отличия Ордена Святого Георгия Георгийский крест 4 степени Медаль за верность долгу Вот такие Серьезные и высокие государственные награды Он награжден И сегодня, безусловно Будучи назначенным доверенным Натом кандидата Нашего кандидата Оказано ему большое доверие Мы являемся Слизующим звеном Между своим народом Народом своей республики И действующим президентом Российской Федерации И хотелось бы сказать спасибо всем Кто помогает Первичная медицинская помощь для жителей села Становится более качественной и доступной В текущем году мы продолжим пополнять Квалифицированными кадрами Сельские медучреждения Отметил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов Именно с этой целью По инициативе президента России Владимира Путина Была разработана программа Земский доктор Которая отлично решает задачу С нехваткой узких специалистов на селе В Карачаево Черкесии в этом году К участию в программе Планируется привлечь 19 специалистов здравоохранения Привлекут для работы В сельских населенных пунктах Для них предусмотрена Федеральная единовременная Компенсационная выплата А также дополнительная 100 тысяч рублей Из республиканского бюджета Не так много времени осталось До начала капитального ремонта Одного из наиболее известных зданий Столицы Карачаева Черкесии Построенный в 1961 году Бывший дом пионеров А затем дворец детского творчества Имени Гагарина Ожидает преображения В рамках нацпроекта «Культура» О ближайшем будущем Городского центра культурного развития В сюжете Артура Мхце Естественная вентиляция здания С необычным дизайном коридоров И лестничных пролетов На фоне которых Даже древний макет самолета Кажется более современным Издающий совсем не мелодичный скрип полы Бывший дом пионеров Черкеска Получивший в название имя Первого космонавта Юрия Гагарина Нуждался в капитальном ремонте Очень давно Усилиями педагогов доп. образования Здесь долгое время удавалось наводить марафет И создавать некоторый уют Качественное утепление окон Застеленные своими силами полы в кабинетах Лишь часть проделанной работы Но для соответствия современным требованиям Этого мало В конце прошлого года Было достигнуто принципиальное решение О кардинальном преображении здания Где располагаются Центры культурного развития Спортивные и художественные школы А также готовят мастеров на все руки У нас хорошо с нашим образованием А во дворце детского творчества Нынешний центр культурного развития Ремонт не делался с здания Как его только сдали в 61 году То есть своими силами Каждый год учителя делали ремонт Где-то подкрашивали Где-то ремонтировали Но капитального ремонта Никогда, скажем так, не было И у нас радость, новость У нас будет целый капитальный ремонт У нас будет меняться все Небольшая экскурсия по этажам здания Отметает последние сомнения В необходимости скорейшего ремонта Заниматься можно и в таких помещениях Если, разумеется, закрывать глаза На существующие требования к учреждениям Где обучают детей Поэтому заезд сюда строителей Остается делом времени Причем капитальный ремонт затронет Не только само здание Но и прилегающую территорию Городские власти приняли во внимание Пожелания и замечания коллектива А дизайнеры подготовили проект Который на всех этапах Проходит согласование В рамках капитального ремонта Планируется замена кровли На металлочерепицу Облицовка фасада декоративной штукатуркой Капитальный ремонт всех кабинетов А также благоустройство прилегающей территории Внутри будет полностью заменены Все сети Это отопление Сети канализации Водоотведение Электрика А также откапиталены Все кабинеты Это штукатурка кабинетов Замена полов Потолков И освещение Ремонтные работы Планируют начать в апреле нынешнего года Общая стоимость Более 85 миллионов рублей Впрочем, уже есть те Кому предстоящий процесс преображения Не в радость Это родители воспитанников Учреждений доп. образования Которые боятся Что их любознательные дети Могут на время остаться без занятий А ведь здесь бесплатно получают Качественные навыки Более 1 тысячи юных горожан Куда придется водить своих деток Теперь пока вопрос Ответ на который наверняка Будет найден совместными усилиями людей Которым не безразлично воспитание И обучение подрастающего поколения Тем более в год семьи в России А также молодежи в нашей республике Артур Махцем Мухаммед Ашебоков Мехак Аракелян Вести Карачаево-Черкесия В федеральной службе государственной регистрации Кадастро-картографии Исполнилось 15 лет Прошедший год для Росреестра По Карачаево-Черкесии был юбилейным Его итоги подвела Вместе с журналистами республики В неформальной обстановке Руководитель управления Аминат Батчаева Подробности у Фатимы Дауровой В ходе пресс-завтрака Руководитель регионального управления Аминат Батчаева Рассказала журналистам о законодательных инициативах Госоргана и их реализации На территории республики О том, как изменилась система регистрации Недвижимости и Росреестра В целом за 15 лет Одно из главных достижений По мнению руководителя Увеличение скорости обработки запросов И оформления документов Управление Росреестра по Карачаево-Черкесской республике Подводя итоги за год Могу сказать, что мы на высоком уровне Это категория 3А Достигли определенных результатов Можно сказать У нас хорошие результаты по электронной регистрации Недвижимости Можно сказать По регистрации Ипотек Мы успеваем регистрировать В течение 8 часов То есть люди Могут в течение 8 часов Получить свои документы То есть выписку на руки И никаких проблем Важнейшим изменением стало также Повышение доступности услуг Росреестра И если в 2000-е годы Личное обращение в органы регистрации И прав было единственным способом Подачи документов на регистрацию То в настоящее время Документы могут быть представлены Как в электронной форме Так и через офисы МФЦ Упрощение процесса бумажной бюрократии Стало залогом эффективности работы управления Любое физическое лицо Обратившись в многофункциональный центр Или ППК Роскадастро Либо сидя дома Может обратиться с заявлением И на кадастровый учет И на государственную регистрацию Прав И все это делается уже в нашем органе И всю необходимую информацию Не выходя из дома Тоже он может получить И в квартал госуслуг То есть приходит выписка Может распечатать и все Также особое внимание Уделяется борьбе с мошенничеством Если раньше физические лица Могли запрашивать любую информацию По объектам недвижимости И там выходили персональные данные Правообладателя На сегодняшний день Без разрешения самого правообладателя Такая информация уже не выходит Там где правообладатель Выходит информация Физическое лицо То есть это тоже большое новшество В связи с тем Что мошенники у нас По всей стране действуют Но это как бы борьба с мошенничеством На сегодняшний день Росреестром задействованы Дистанционные методы В осуществлении Государственного земельного надзора Материалы аэрофотосъемки Выполненные с помощью коптеров Беспилотников Помогают выявить нарушителей Требований земельного законодательства А также получить данные о рельефе И особенностях местности Для единой электронной Картографической основы Большие изменения у нас Если говорить по земельному надзору У нас теперь два беспилотных Летательных аппарата То есть теперь можно их направлять по небу И мы гектарами измеряем Гектарами вносим в федеральный регистр Прав недвижимости Как бы работы очень много И предстоит такой насыщенный Плодотворный 2004 год В ходе встречи Аминат Бачаева Выразила благодарность и признательность Представителям региональных СМИ За объективное освещение Деятельности управления И многолетнее информационное сотрудничество Фатима Дорова, Алибастанов, Ислам Урума Вести, Карачаево, Черкесия Юный житель Карачаевска Осман Маршанов Стал обладателем приза Третьего сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора Экология – дело каждого Поздравил школьника и вручил приз Заместитель руководителя Северокавказского Межрегионального управления Росприроднадзора Назир Нахушев На награждении побывал И Алихан Лепшоков Этот важный природоохранный проект Был учрежден в 2021 году Росприроднадзором За интересные, нестандартные Креативные идеи, инициативы Посвященные сохранению окружающей среды А также бережному отношению к природе Экологическому просвещению И популяризации экокультуры Заместитель руководителя Северокавказского Межрегионального управления Росприроднадзора Назир Нахушев Подчеркнул важность Проведения данного конкурса Для воспитания у молодого поколения Бережного отношения к природе Международная детско-юношеская премия Экология – дело каждого Учреждена Федеральная служба По надзору сферы Проводопользования В целях популяризации Экологического просвещения Экологических знаний Различных проектов Инициатив, идеи Направленных на охрану Окружающей среды В текущем году На рассмотрение Поступило 78 работ Из Карачаева Черкесии И одна из этих работ Достойна спецприза Обладателем которого Стал Осман Маршанов Из города Карачаевска На зернах Ушев Вручил диплом И специальный приз Юному жителю Карачаевска Осману Маршанову В своем небольшом ролике Осман продемонстрировал На своем личном примере Как сохранить природные ценности Важно беречь природу Чтобы она не была грязной Многие заводы и фабрики Загрязняют нашу землю Совсем скоро будет стартовать Уже четвертый сезон конкурса И возможно, что на этот раз Представители нашего региона Смогут получить призовые места Алихан Лепшоков Виктория Карпенко Вести Карачаева, Черкесия Ежегодно 11 января В России отмечается День заповедников И национальных парков В России, согласно Федеральному закону 14 марта 1995 года Об особо охраняемых Природных территориях Есть участки земли Водной поверхности И воздушного пространства Над ними Где располагаются Природные комплексы И объекты Имеющие особое Природоохранное Научное, культурное, статическое, рекреационное И оздоровительное значение Которые изъяты решениями Органов государственной власти Полностью Или частично Из хозяйственного использования И для которых Установлен режим особой охраны И они относятся К объектам Общенационального достояния Более чем Одной трети Карачаева Черкесии Является особо охраняемой территорией На этом наш выпуск завершен Далее смотрите Рубрику Сила права С участием представителей прокуратуры Слово Белле Джезаевой